Огромный гуманоид на скале или паридолия. Паридолия. Кстати, как правильное ударение? Я так и не понял, но паридолия, мы много раз говорили, что это такое. Это когда наш мозг достраивает образы. Допустим, в облаках мы видим лошадок или еще что-то. Среди деревьев мы видим каких-то животных или объекты. Среди скал мы можем видеть. Да во всем мы можем увидеть внезапно. То есть игра воображением. Хотя, вот я сейчас Кастанеду перечитываю, тоже вам про это говорил. Советую Кастанеду почитать. У Кастанеды это считается признаком способности к магии, к изменению мира. Если вы вот эти образы видите, и там есть даже такой вот инструмент сильный. Остановка мира. Остановка. И, соответственно, тогда все видится по-другому. Но в научном, психологическом мире, в нашем любимом официальном научном мире, это называется паридолия. Или паридолия. Я вот, правда, не знаю, куда правильно Дарин делать. Давайте посмотрим, что здесь нам предлагают увидеть. Вот, формулировка именно так должна звучать. Что нам предлагают увидеть. Давайте посмотрим. Две девушки, туристки, в августе 24-го года. Ну, то есть это недавно было. На протяжении 15 дней карабкались по скалам. Представляете, на две недели карабкаться по скалам. В районе Лонгспикс, сказистая гора штат Клара, США. Случайно засняли странное существо. Джесси Клаус, ее подруга Камила Аварелла, обычно выкладывали в соцсети свои скалолазные фото. Недавно они опубликовали снимок, который вызвал большое обсуждение, и было сделано множество репостов. Фото представляло себя просто красивый утренний снимок горы с нависшей серой тучей. Но прямо в центре снимка можно было разглядеть странную закорючку. Так, вот у нас этот снимок. Не сразу разглядишь, что тут есть. Увеличиваем. При увеличении снимка закорючка превращалась в очень худую человекоподобную фигуру, которая как будто карабкалась по отвесной скале, цепляясь руками из-за ее неровности. Эта фигура резко контрастировала со всем ее окружением, а ничего подобного в других снимках Клаус и Аварелла замечено не было. А учитывая масштаб местности, высота этой фигуры была около 6 метров. Непонятно. Ну, Слушайте, может какой-то скалолаз там? Альпинист. Мне сразу вспоминается фильм, сериал, я всем советую, Засланец из космоса, да, вот этот Resident Alien. По-моему, так он, да, Засланец из космоса. Я тоже уже забыл. Там, похоже, какая-то история была, по-моему, в нескольких эпизодах. Спойлерить не буду, посмотрите. Ну, непонятно, действительно, непонятно. Вроде действительно огромное, что-то огромное. Может, чучело какое, может, просто дерево или еще что-то, паридоли. Но мы же все это видим. Фигуры-то гуманоидные, согласитесь. Одно дело, если у одного-двух людей там мозг достраивал такой образ, а так-то мы все видим. Ну, может, там так сказали, мы захотели видеть, я не знаю. Я не знаю. Здесь лапы какие-то, причем огромные. Как Слендермен, да, вот это вот сейчас. Слендермен тоже вот непонятно, существует он или нет. Может, это Слендермен. Девушки не смогли сами разобраться в том, что это такое, реально ли что-то сверхъестественное, или паридоли. Поэтому просили мнение пользователей сети. Но те точно так же разделились. Одни считали, что это причудливые корни какого-то ползучего растения, другие, что гуманоид вроде вендига. Видите, что такое вендига, я не знаю. Напишите в комментариях. Я правда не знаю. Были и те, кто предлагал вернуться на то место и хорошо его осмотреть. Однако девушки заявили, что хотя они очень хотели бы сделать это, они больше не хотят совершать такие сложные 15-дневные походы в тот район. Ну, 15 дней, это же что-то страшно, действительно. 15 дней в скалах. Ну, вот они, девушки, очевидцы. По словам Аварелла, они впервые заметили это существу лишь, когда она решила вместе с семьей посмотреть горные фото на экране телевизора. И тут ее отец вдруг спросил, что это такое висит там. И вот тут же все такие устали сюда. Что это такое? Это может быть кусок скалы, но у нее все признаки чего-то человеческого. Анатомия настолько похожа на человеческую, что это причудливо. Мне нравится думать, что это был инопланетянин. Нам предлагают увидеть инопланетянина. Непонятно. Непонятно, непонятно, непонятно.